Их оставалось только четверо. До 11 марта в последний игровой день 1-8 финала не решили свои проблемы с выходом в 1-4 только Ермак с Ладой и Рубин с Саровым. В Ангарске ранжевая дружина открыла счет уже на 6-й минуте. Это лучший снайпер команды Виталий Коньков добил шайбу после броска Чемерилова. Но Лада была настроена в этот день по-боевому. И с 11 по 18 минуту сумела три раза огорчить болельщиков и вратаря Ермака Олега Иншакова. Серегин использовал ошибку обороны. Потом по его пути пошел Синелев. А последним отличился Дубинин. 3-1 в таких играх. Это счет большого разрыва. Ермак сдаваться не собирался. И под занавес периода в раздевалку гостей занес вторую шайбу. Дубль сотворил Коньков, забивший в большинстве с любимой точки пятака. Чемерилов во втором периоде сумел сравнять счет и стабилизировать ситуацию. Но на экваторе 3-3 матча волжане забили четвертую шайбу, которая и предопределила исход. Сражались две равные команды, на мой взгляд. Но нам, скажем так, откровенно, немножко в концовке повезло. Потратили очень много сил. И физических, и моральных. За что я ребятам очень благодарен. Дотерпели до победы. Особенно последние полторы минуты, играя в меньшинстве. Лада идет дальше. И встречается в четвертьфинале с обладателем Братин и Торосом. А Ермак зачехлил коньки в ожидании нового сезона. Вообще, конечно, тут хотелось бы встретиться с руководством клуба нашего. Кто будет там во главе стоять или прежнее руководство. Может, нового поменяется. Молва ходит там. Ну, тоже невидение. И, наверное, вот это невидение, оно все равно отражается на выступлении команды. Ангарских болельщиков очень волнует вопрос. Останется в городе команда мастеров? Или славные хоккейные страницы снова перейдут в разряд исторических хроник? Роман Караваев. Специально для информационной программы. Местное время.